МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...праздников нашей студии, потому что наверняка Новый год, как и для многих, это горячая пора, горячий сезон, когда посылки, открытки, письма. Говорят, что транспортные компании не справляются с объемом, и работа у них прибавилась. Как Почта России справляется с этой же нагрузкой? Да, действительно, 7 декабря Федеральная таможенная служба внесла изменения, по которому обязала всех получателей указывать ИНН и гиперссылку на все товары, которые приобретены в зарубежных интернет-магазинах. Причем это коснулось практически всех логистических компаний крупных. Но для клиентов Почты России все осталось неизменным. И Почта России, и в частности наш, Чувашский филиал, успешно справляется с возросшим потоком международных отправлений. Причем по итогам 2017 года этот объем вырос, вырос уже на 43%. Это не окончательная цифра. Мы ждем увеличения на 2% пункта. Но хочется отметить, что Почта России не только самый крупный доставщик международных отправлений, но и помогает нашему бизнесу развивать экспорт своей продукции за рубеж. На портале экспорт.почта.ру внедрен замечательный онлайн-сервис. Называется он «Упрощенный таможенный экспорт для юридических лиц». Любое юридическое лицо может, не заходя в таможенные службы, не посещая таможенного брокера и вообще не выходя из офиса, подготовить все свои отправления для дальнейшей международной пересылки. Этот сервис уже популярен не только среди компаний-экспортеров, но и среди небольших компаний, которые только расширяют свою географию, и это позволяет им существенно сэкономить. Значит, многие шутки, которые про Почту России существуют, уже устарели, можно так сказать? Ну, наверное, уже можно об этом говорить. Конечно, мы знаем свои плюсы и минусы, и нам есть над чем работать. Мы готовы это делать и знаем самое главное, как это делать. Но даже самые большие скептики уже признали, что за три года Почта России действительно сделала большой шаг вперед. Мы серьезно отработали и уменьшили сроки доставки. Серьезное внимание очень уделяется качеству доставки. Но самое главное, что нам удалось за этот год, мы внедрили новые тарифы для наших юридических лиц. Причем для разных категорий юридических лиц они разные. Например, для организации предприятия у нас есть такой замечательный тариф. Называется он «Бизнес-курьер». Он позволяет отправить, отправление весом до 31,5 килограмм, причем с типом доставки от двери до двери. Доставка осуществляется в 131 город Российской Федерации. И это позволяет компаниям существенно сэкономить, что немаловажно. Для интернет-магазинов у нас есть свой продукт. Называется ЕМС «Оптимальная». Здесь отправитель и получатель может выбрать тип доставки. Тип доставки возможен до двери, до квартиры, до офиса, а также можно доставить просто до отделения. И наибольшую популярность у нас имеет третий. Наш тариф – это ЕМС-РТ, который придуман нами для средних и крупных ритейлеров. И это позволяет серьезно экономить на транспортных расходах, потому что чем больше ты отправляешь, тем дешевле отправка. Если такой огромный сервис вы уже предлагаете, я предполагаю, что достаточно много людей уже приходят в Почту России. Как вы с очередями справляетесь? Ну, действительно, очереди на почте – это большая проблема. И мы очень большое внимание уделяем ей. Что мы делаем сейчас для того, чтобы справиться с очередями? С одной стороны, наш корпоративный клиент, он требует индивидуального подхода. И, конечно, не должен стоять в общей очереди. С другой стороны, клиент, физическое лицо, однозначно не должен быть ущемлен в своих правах и не должен долго ждать находиться в почтовом отделении, потому что идет прием партии посылок. Именно для этого Почта России создала сеть специализированных центров выдачи и приема посылок. Причем в городе Чебоксары и Новочебоксарск их открыто уже пять. И именно на базе этих центров у нас внедрен личный кабинет как отправителя, так и оператора. Это позволяет не обслуживать корпоранта в общем зале, не отвлекать оператора от обслуживания физических лиц. И прием партии отправлений из 100 штук происходит в течение 15 минут. Все это позволяет делать личный кабинет. Очень удобный сервис. Теперь мы ждем в новом году появления нового тарифа и нового продукта, который сейчас тестируется в городе Москва в центрах выдачи и приема посылок. Это предоплаченная посылка. Это как раз для тех клиентов, которые не хотят стоять в очередях, у них нет на это времени, и мы это прекрасно понимаем. Воспользовавшись порталом почта.ру, клиент может самостоятельно оформить посылку для дальнейшей пересылки, оплатить пересылку банковской картой, а потом прийти в центр выдачи и приема посылки и оставить эту посылку на стойке оператора. После того, как клиент оплатил посылку банковской картой, он может подойти в центр выдачи и приема посылки и оставить свое отправление просто на стойке оператора. Почтовые работники примут это отправление, и клиенту на адрес электронной почты придет уведомление о приеме и чек. Все очень просто. То есть вот сейчас у меня тоже есть такая необходимость отправить конфеты наши замечательные, чебоксарские, в Калининград, в сестре. Я могу все это сделать, не выходя с рабочего места, прямо здесь, а вечером просто занести посылку, получается, и все будет отправлено. Ну, к сожалению, сейчас этот сервис тестируется в городе Москва, а в регионах мы ждем его в следующем году, но это очень быстро произойдет. Если вам нужно воспользоваться услугами Почты России и отправить конфеты, у нас есть замечательный продукт «Бизнес-курьер». Курьер к вам подъедет и заберет у вас отправление, поможет с оформлением. У нас в этом году создана замечательная служба курьерская. Мы работаем 7 дней в неделю. На новогодних праздниках будем отдыхать всего 3 дня – 1, 2 и 7 января. Во все остальные дни мы будем доставлять вам ваши отправления и забирать ваши отправления для дальнейшей пересылки. Заказать курьера можно по телефону 63 60 25. Воспользоваться услугой могут все чебоксарцы и жители города Новый Чебоксарск. Это очень удобно. Давайте еще раз телефон повторим. 63 60 25. А если у меня возникли какие-то проблемы, какие-то вопросы, куда я должна обратиться, именно по этому телефону или куда-то подойти, или какой-то еще около центра, или на сайте? На самом деле Почта России в последнее время стала более открытой, более клиентоориентированной, и информацию вы можете получить и на официальном сайте Почты России о трекинге вашего отправления, можете обратиться и на горячую линию Почты России. Но в этом году мы создали службу, которая сопровождает всех наших корпоративных клиентов. Это служба поддержки. Более того, каждый корпорант имеет своего личного менеджера, который оперативно решает все вопросы, подбирает самый оптимальный способ отправки. Наши уважаемые клиенты, физические лица, всегда могут обратиться в любое почтовое отделение с своим заявлением. Но если кто-то из клиентов обратится непосредственно ко мне или к работникам нашего блока посылочного, мы обязательно поможем решить любую вашу проблему. И, знаете, хотелось бы отметить, еще три года назад, если говорить про экспресс-доставку, если говорить про посылки, то пересылку Почте России доверяло всего 37% отправителей. Сейчас, по итогам этого года, эта цифра достигла 67%. На самом деле, это говорит о доверии, которое возросло к Почте России как перевозчику. И мы воспринимаем это как большое доверие. И надеемся, что мы будем это доверие оправдывать и впредь, и всегда готовы предвосхищать даже ваши ожидания. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. Я желаю, чтобы вам в преддверии Нового года с успехом, с легкостью справиться с вашей работой, чтобы все получили вовремя свои посылки, письма, открытки. И хорошего вам Нового года. Приходите к нам еще. Спасибо большое, Галина. Было очень приятно. Всего доброго. Это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Продолжение следует...